Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Куцаева Дарья, и я ведущий преподаватель проекта «Художник онлайн». Я рада представить вам новую версию курса «Я художник» 3.0. В этом курсе мы собрали самые интересные и самые важные уроки из всех курсов, которые у нас есть на данный момент. Мы обновили курс «Я художник» 2.0 и сделали его более объемным, с новыми работами и с новыми задачами. В этом курсе собрано 23 модуля, 325 уроков и 142 работы. В этом курсе будут работы, которые мы будем выполнять и в графике, и в акварели, масляной живописи, пастели и даже диджитал. Мы с вами будем писать натюрморты и пейзажи. Мы познакомимся с вами с коммерческой иллюстрацией и созданием персонажа в иллюстрации. Мы с вами будем рисовать и писать портреты в разных техниках и разными материалами. И, конечно же, немножечко по скетчам, акварелью и маркерами. Мы с вами пойдем от простого к сложному. Мы с вами сначала познакомимся с теорией, узнаем о каждом материале, как он работает, что он представляет из себя. И какие материалы вам понадобятся для данного курса. Основными двумя инструментами у нас будет графика, карандаш и акварель в живописи. Сначала мы с вами пройдем основной блок и узнаем, как передать объем при помощи карандаша на плоском листе. Как показывать световоздушную перспективу при помощи тона, как в графике, так и в акварели. Каждый блок будет посвящен своей теме и своему материалу. С первого по восьмой модуль мы с вами будем рисовать только карандашом и акварелью, потому что это база, с которой вас познакомят наши преподаватели. Мы с вами разберем основные приемы в акварели, основные свойства красок. Также при помощи карандаша мы с вами будем отрабатывать штриховку и показывать объем. В этих блоках мы с вами будем писать пейзажи, архитектуру. Мы с вами разберемся, что такое линейная перспектива и на что нужно обращать внимание, когда мы пишем городские пейзажи. Мы с вами будем писать натюрморты и будем показывать объем при помощи акварельных красок, но также будем все подкреплять и знаниями в тоне. Потому что у нас будут чередоваться блок по акварели и блок по рисунку друг с другом, но в каждом блоке мы будем отрабатывать основные базовые вещи. Мы с вами будем идти от более простых задач к более сложным. Сначала прорабатывая объем на простых предметах, таких как глиняный сосуд, либо яблоки. А потом мы с вами постепенно будем увеличивать сложность. У нас будут появляться объемные, сложно составные натюрморты, как в рисунке, так и в акварели. После основы, которые мы с вами пройдем в графике и в акварели, будет два блока по масляной живописи, где мы с вами будем писать и пейзажи, и натюрморты. Следующие два модуля будут по пастельной живописи. Мы также разберем пейзажи и натюрморты и какие-то отдельные предметы. То есть каждый блок будет идти от более простой задачи к более сложной. Также вы познакомитесь с иллюстрацией и будете создавать своего персонажа. И следующим модулем по иллюстрации будет коммерческая иллюстрация. И вы с нашим преподавателем познакомитесь с интересными задачами и как их можно решить. Далее у нас идет акварельный скетчинг. И мы с вами порисуем различные предметы, объекты, пейзажи. Будем делать достаточно живые, динамичные и яркие работы, которые вы в дальнейшем сможете выполнять на пленэрах, либо в поездках. Следующим блоком по скетчингу будет скетчинг маркерами. Он у нас разбит на два модуля. В одном из них вы будете рисовать со мной, а в другом модуле вы будете рисовать с нашим преподавателем Анастасией. И разберете две различные техники работы маркерами. С 18 по 22 модуль вы познакомитесь с таким интересным и сложным жанром, как портрет. Первый блок в этих модулях это, конечно же, будет рисунок. Вы узнаете об основах строения черепа. Разберете, что такое глаз и как его показывать в ракурсе. Вы также узнаете основные части черепа, носа, губ и уха. Вы с нашим преподавателем по рисунку романа выполните несколько портретов в различных поворотах головы и в различных материалах. Следующий блок – акварельные портреты. Мы с вами также разберем основы, которые нам необходимо знать при построении портрета. И выполним несколько работ портретов в акварели. Далее вы также познакомитесь с маслом и выполните несколько портретов в масле. Предпоследним блоком в этих модулях будет пастельная живопись. И вы выполните три интересных портрета. И заключительным блоком в этих модулях – это фэшн-иллюстрация. И вы узнаете, как при помощи маркеров можно быстро и живо стилизованно рисовать портреты. Заключительным модулем в данном курсе будет диджитал. Вы познакомитесь с программой Sketchbook от Autodesk и выполните различные работы в очень интересной и современной технике диджитал-иллюстрации. В этом модуле вы можете работать на любом планшете, на любом устройстве, также и на компьютере. Друзья, это большой, объемный, интересный курс. В нем обратная связь дается на полтора года, а доступ ко всем урокам остается навсегда. Он очень интересный и разнообразный. После этого курса вы поймете, в какой технике вам больше хочется развиваться, какой материал вам интересен и вы лучше его чувствуете. Я вас всех приглашаю на этот курс. Желаю вам творческих успехов и до новых встреч!